привет всем меня зовут олег и добро пожаловать на канал записки гастарбайтера я человек который очень-очень любит летать я люблю аэропорты и аэропорт для меня всегда что-то радостное что то что приносит мне что-то новое в жизнь это начало чего-то нового начало новой жизни но находясь здесь китай у меня отношение к аэропортам немножко поменялось и это связано во первых с огромным количеством людей во вторых с огромным количеством проверок а так как я постоянно собой вожу ноутбук вожу с собой powerbank вожу батареи для камеры каждое прохождение проверки в аэропорту занимает множество времени это настолько проблемно но при этом я понимаю почему это происходит мы находимся в китае где огромное количество людей где огромный пассажиропоток и из-за того то что один человек может ошибиться может произойти какая-то тыгня или трагедия именно поэтому я как бы сильно не жалуюсь но настолько сложно в общем маленький совет если вы летите через китай летите в китай то во первых обязательно проверить чтобы на ваших powerbank была маркировка в объеме вашего powerbank и чтобы ваш powerbank было не более 20000 миллиампер часов иначе вы просто могут забрать кроме того когда будете загружаться самолет заранее подготовьте ноутбуки прочее потому что вы можете просто застрять на проверке и это просто будет вас выбешивать только что объявили смену гейтов и мне придется уйти в другую сторону аэропорта а вот эта толпа народа она летит в пекин и я надеюсь тоже нормально для лечу а после этого меня ожидает несколько часов ожидания в пекине точнее пять или шесть часов потому что мой следующий рейс из пекина до уланды напряженно все это делает не люблю ждать я вот не представляю чем я себя займу видим буду монтировать видео прилетел я наконец-то пекин на улице довольно таки прохладно а так как мой вылет будет происходить из третьего терминала то мне нужно воспользоваться бесплатным автобусом который ходит между первым вторым и третьим терминалами ходят они постоянно каждые 10-15 минут поэтому если вам предлагают таксисты поехать какую-то сторону с ними то отказываетесь спокойно садитесь на шаттлбасс он бесплатный он довольно комфортный на самом деле как бы не нужно заморачиваться и не будет проблем а вот остановка бесплатного автобуса который ходит 6 до 11 каждый 10 минут и с 11 до 6 каждые 15 минут я думаю вполне нормальное время ожидания и ходит довольно-таки быстро всяко лучше чем платить таксистом таксисты здесь немножко обнаглевшие хотя вы только что видели как полицейские остановил такси пинком я хочу спать я жутко хочу спать и вообще мне еще ждать здесь 4-5 часов надо было поехать нормальный отель вместо того чтобы здесь и блин отели все рядом они стоят не так дорого они стоят от 150 до 300 юаней я могу там выспаться поработать а вместо этого кукую в аэропорту хотя и для усталых путников в аэропорту пекина есть решение в общем не удалось мне попасть в лоджию мне сказали что приезжает туда большая делегация и нет мест номера там по часовой брать не стал ну представляете себе один час стоит 150 юаней раньше он стоил 50 юаней тогда это было более чем доступно но сейчас если я хочу там провести 4 часа то это обойдется мне 600 юаней за эти деньги можно снять нормальный номер хорошей гостиницы в городе да и в принципе недалеко от аэропорта также причем большая часть как бы нормальных гостиниц недалеко от аэропорта стоит 150 250 юаней что получится дешевле даже три часа проведения в зоне отдыха в лоджи при этом раньше цена была намного ниже и можно было спокойно я здесь устанавливался прошлом когда цена была ниже что еще вообще хотелось бы конечно летать первым классом потому что во первых самолете более лучшие условия во вторых для первого класса есть специальная лоджи вот здесь в аэропорту и это можно отдыхать когда какой-то длительный перерыв и мой совет если у вас будет длительная пересадка в пекине то лучше снимите номер недалеко отсюда вы и сможете нормально там отдохнуть выспаться ну и покушать тоже а я же через два часа вылетаю так что я думаю можно прорвать сейчас видео и увидимся в следующих надеюсь вам оно понравилось если есть вопросы то оставляйте комментарии всем спасибо и удачи и и и и и и